Уважаемые студенты, мы с вами на предыдущих лекциях ознакомились с мелопролеперативным заболеванием при хронической мелликозе, стадии хронического мелликоза, фазы, хронической стадии мелликоза, состояние крови и костного мозга, светохимические реакции, фаза акселерации, диагностические критерии хронического мелликоза, властный криз, стадии властных кризов, хронические течения болезни, а также светохимические окраски костного мозга, также и диапатическим мелофиброзом, клинические симптомы, гемограммы, изменения костного мозга при диапатическом мелофиброзе. Следует отметить, при диагностике диапатического мелофиброза хронического мелликоза имеет огромное значение трепонобиопсия костного мозга. Продолжаем. На этой снимке мы видим различные клинические признаки эритремии. Основным клиническим синдромом эритремии является это плеторический синдром. Имеется розовые угры, ванны лечат кровоопусканием. Эритремия, полнокровие лица, выраженная гиперемия, склеп, застой зрительного нерва. Тоже выраженный плеторический синдром у 65-летнего ваннула, гемоглобин 220 грамм литр, лейкоцитоз, тромбоцитоз, объем циркулирующих эритроцитов 65. Как выглядят кисти при эритремии? То есть гемоглобин 200 грамм литр, лейкоцитоз 15 тысяча. Это выглядит при эритремии. Клинические симптомы связаны с эритремией, развитием эритроцитоза, гипертензии, сосудовских осложнений. Проявляется цианозом кожных покровов, слизистых оболочек, нередко кровотачивых десен. У большинства больных венозные или артериальные тромбозы, парастезия. В больных жалуются нарушения зрения, головные боли. Характерна эритромиалгия, приступы острых болей в палцах, нижних и верхних конечностях, сопровождающихся чувством жара, покраснением кожи, отеком. Нарушается обмен мочевой кислоты, что приводит к развитию гиперуритемии и урокозурии, развивается гепата и сплена мегалия. В козном мозге в палецитимической стадии выявляется клетчник с нормопластическим типом кровотворения. При развитии панмиелоза гиперклетчник с повышенным содержанием клеток эритро- и мегакаристопоеза. Признаки гисгемопоеза отсутствуют. На этом слайде видно, как становится костный мозг гиперклетчник к эритромии по сравнению с нормой. В периферическом крови характерно эритроциты имеют нормальные морфологии. В случае развития дефицита железа вследствие кровопотерии появляется гипохромия и микроцитоз. Наиболее часто в лейкограмме встречаются нитрофлез и базофлия, а реже неизрелый гранулацит. Тромбоцитоз имеют в 50% случаев. В поздних стадиях развития заболевания происходит снижение продукции эритроцитов, нарастает сприня мегалия. Костный мозг имеет низкую клетчинность. Фиброз выражен. Отмечается скопление мегакариоцитов эритроидного ряда. Может встречаться остеосклероз. В гемограмме тенденция к уменьшению эритроцитов и гемоглобина до нормальных показателей. Эритромия может зависеть с развитием властного криза. Следующее заболевание, сопровождающееся хроническим мелопролиферативным синдромом, это хронический мегакариоцитальный лейкоз или эссенциальная тромбоцитемия. Мелопролиферативное заболевание с преимущественным поражением мегакариоцитального роста. Встречается у лиц пожилого возраста, реже у лиц, моложе 60 лет и у детей. Видящий гематологический синдром, это гипертромбоцитоз и гиперплазия мегакариоцитов в костном мозге. На этом слайде видно, как выглядит костный мозг при мегакариоцитарном лейкозе. Хронический мегатериоцитарный лейкоз в клинике характерно. Небольшой спиномегалия, прогрессирующий по мере развития болезни. Реже гепатемегалия. Медленно нарастающая анемия. Расстройства микроциркуляции. Эритромиелалгия, головокружение, парастезия. Тромбозами артериальных и венозных сосудов. Геморрагические осложнения встречаются у больных со значительным тромбостозом. Более полтора тысячи. Согласно классификации Мерфи от 1997 года, диагностическими критериями хронического мегакариоцитарного лейкоза являются тромбоцитус больше 500. Уровень гемоглобина меньше 145 или нормальная масса циркуляющих эритроцитов. Содержание железа в костном мозге нормальное. Гипрополазия мегакариоцитарного ростка, которая может сочетаться с гипрополазией гранулостарного и эритроидного ростков. В наличии уродливых гигантских мегакариоцитов. Отсутствие минофиброза или он незначительный. Отсутствие филадельфийских хромосомов. Отсутствие причин для реактивного тромбоцитоза. В хроническом мегакариоцитарном лейкозе гемограмма характерна. Гипертромбоцитоз, фрагменты ядр мегакариоцитов, умеренно выраженная анемия, иногда незначительная лейкоза с двиганием, может наблюдаться базофилия и эзонофилия. В морфологии тромбоцитов характеризуется анизоцитозом, появлением гигантских и уродовых форм псевдоподиана гипогранулярных тромбоцитов. В костном мозге характерна норма или гиперклеточная, трехростковая гиперплазия, сокращение жировой ткани, значительная гиперплазия мегакариоцитарного ростка. Мегакариоциты располагаются в мозгах костного мозга по одиночке и группами. Морфологические гетерогенные склетки мегакариоцитов это гигантские мегакариоциты с многопластными множественными ядрами без признаков АТПИ. Возможно микроформа мегакариоцитов. На этом слайде видно, как выглядит костный мозг при мегакариоцитарном гликозе. Огромные мегакариоциты, так называемые уродовые формы мегакариоцитов здесь представлены. И на этом слайде тоже очень хорошо видно, то есть уродовые формы мегакариоцитов. И опустошение костного мозга преобладает жировой ткан. Заболевание характеризуется медленным течением. Средняя продолжительность жизнебольных составляет 10-15 лет. Сходом заболевания является трансформация в острый миелоидный гликоз или мелодоспластический синдром. Продолжение следует...